так все я везде поставил на запись отлично спасибо что присоединились и давайте начнем я думаю что быстренько я расскажу все что я хотел и мы с вами пообщаемся и займет это максимум час собственно меня зовут алексей ниц и я провожу вебинары теплицы социальных технологии пару слов от теплицы мы образовательный проект на базе некоммерческой организации где рассказываем о том как использовать интернет и всякие сервисы для того чтобы сделать вашу работу более эффективной рассказываем много о безопасности рассказываем о инфографике и краудфандинге и многих других технологиях которые помогут вам в вашей работе или над вашим проектом сегодня вебинар называется успешный краудфандинг как найти финансированный для своего проекта и сегодня я буду говорить именно про краудфандинг чуть ниже расскажу в чем особенность собственно и для начала хочу сказать спасибо нашим коллегам которые предоставляют нам эту площадку это фонд фокус медиа это фонд социального развития охраны здоровья можете зайти на этот сайт если интересно посмотреть очень много важной информации до презентацию я потом выложу вы можете ее скачать там есть многие ссылки которые кликабельно если вы на них будете нажимать pdf они откроются также будет полная запись пару слов о себе меня зовут алексей ницца мой mail здесь если есть какие-то вопросы можете напрямую писать мне я являюсь вент редактором теплицы автором видео уроков также пишу статьи для нашего сайта что такое наши видео уроки если кто еще не видел это такие небольшие видео до наверное 8 минут это плейлист ссылка на плейлист на нашем канале youtube и в этих видео вы можете увидеть как пользоваться тем или иным сервисом в основном это онлайн сервисы которые работают браузер и они не требуют ни скачивания ничего другого то есть нужен только браузер и мы рассказываем о том как сделать вашу работу с помощью различных сервисов как вы видите здесь очень много о контенте очень много безопасности очень много каких-то других вещах можете посмотреть сейчас там 39 видео уроков скоро появится до нового года еще порядка пятнадцати поэтому можете подписаться на наш канал следить за этим про вебинары мы проводим вебинары если вы пропустили наши вебинары и вы хотели бы что-то узнать и посмотреть вы можете найти записи вебинаров на нашем сайте вкладка мероприятия и еще одна вкладка вебинары там есть все видеозаписи таким образом вы сможете посмотреть сами если поймете что вам это интересно и полезно также можете поделиться с вами друзьями собственно вебинар мы делаем для вас это основная цель вебинаров и если у вас есть какие-то вопросы обязательно задавайте дальше двигаемся быстренько значит планы вебинара следующие я расскажу такой краудфандинг как ни странно дальше я расскажу об инструментах платформах и я примерах и отвечу на вопросы не обязательно в этом порядке может быть каком-то другом постараюсь быстро говорить и на самом деле я надеюсь что все знают что такое краудфандинг но сегодня мы говорить будем об этом и собственно всем известная картинка да типа замолчи и возьми мои деньги вот об этом мы сегодня и будем говорить здорово когда есть такие люди которые хотят помочь и просто дают нам свои деньги на наши проекты на наши какие-то активности но не всегда бывает очень просто это сделать и не всегда очень просто привлечь внимание сторонников также когда я готовился к вебинару ну на самом деле например в общественных организациях во многих других не коммерческих организациях очень принято еще такое понятие как фандрайзинг и часто люди не всегда знают разницу между фандрайзингом и краудфандингом и давайте мы поговорим с вами об этом во первых я хочу задать вам вопрос чтобы вы не заснули пока слушаете меня и вот ответьте там поставите плюсики те кто знает точно что такое фандрайзинг или они думают что они знают что такое фандрайзинг кстати фандрайзинг это не от слова фан это не весело ну с одной стороны это весело конечно когда у вас все получается и кто знает что такое краудфандинг ну наверное точно все слышали да безусловно важно понять теперь кто знает разницу вот поставьте плюсики кто думает что знает разницу отлично видимо люди подкованные хорошо многие не знают разницы супер для меня тоже не объективно то очень понятная была разница до этого в принципе так понимал по умолчанию что это может быть да но совершенно не ясно в чем конкретно разница давайте посмотрим для понимания так фандрайзинг если посмотреть википедии вообще общие какие-то там вещи это слово от английского фандрайзинг то есть два слова на самом деле фанд и райзинг да и дословно переводится как процесс привлечения денежных средств и ресурсов которые организации не может обеспечить самостоятельно это вышло из бизнеса поэтому говорится об организациях также фандрайзинг может быть и наверное для частных лиц но в основном для организации и что вот в чем особенность да фандрайзинг это что-то общее это общий способ привлечения средств для ваших проектов когда вам необходимо не хватает часто это на безвозмездной основе и очень часто это благотворительность то есть когда мы собираем деньги на благотворительность с помощью там не знаю кнопки пожертвований так далее все таки это считается фандрайзингом это не краудфандинг то есть запомните вот эту важную вещь что в основном фандрайзинг это о благотворительности когда безвозмездно фандрайзинг в принципе включает в себя много аспектов да и в один из них это все-таки можно не считаться краудфандинг то есть я говорю про фандрайзинг что в большинстве с вами это благотворительность но не всегда естественно что есть другие варианты но в основном а краудфандинг что такое тот английского крауд и фандинг то есть это крауд это толпа и фандинг это финансирование то есть это коллективное финансирование толпой на базе онлайн платформы вот тут очень важно что сейчас это именно на базе онлайн платформы если вы знаете примеры краудфандингового проекта в оффлайне вы можете прям мне сказать об этом я хочу даже посмотреть на это и главный аспект и разница вот в чем что это не благотворительность то есть те люди которые дают вам деньги на ваш проект они являются например спонсорами бейкерами неважно как это называется но они обязательно что-то получают взамен обязательно то есть если они ничего не получают взамен то это не считается краудфандингом да дальше я расскажу то есть вот если у кого-то есть какие-то замечания дополнения вот в определениях краудфандинга и фандрайзинга вы можете написать ну по сути вот я вот вижу сейчас вот ситуацию такую что вот разница именно в таком в таком ключе то есть и сегодня мы будем говорить именно о краудфандинге но немножко конечно поговорим о фандрайзинге то есть включи там размещение кнопки пожертвования на сайте да но большинстве с вами сегодня поговорю о краудфандинге естественно что это применимо больше для коммерческих проектов но если у вас есть какой-то некоммерческий проект или какая-то общественная инициатива никто не запрещает вам пользоваться таким инструментом как краудфандинг это совершенно не зазорно это наоборот здорово дальше двигаемся краудфандинг считается очень распространенным способом получения средств с помощью толпы да и на данный момент статистика то ли за 2012 год то ли за 2013 год говорит о том что каждый час с помощью краудфандинга собирается в мире порядка 60 тысяч долларов на любой проект и вот можно посмотреть еще те сферы где это на более значимо то есть например на игр собирается примерно 50 миллионов в год на фильмы 42 и тогда и тому подобное то есть на самом деле очень много средств собирается с помощью краудфандинга так с этим понятно да то есть вы замолчали окей и вот еще такая просто значит такой слайд говорит о том собственно в чем еще раз разница фандрайзинг и краудфандинг фандрайзинг это все о деньгах это просто привлечение средств вы взяли у кого-то деньги кто-то вам дал деньги все вы забыли вы ничего больше не делаете краудфандинг совсем не об этом краудфандинг не только деньги но и сообщество и обязательно платформа если нет сообщества и платформа у вас никогда не будет краудфандинга поэтому я задал вопрос собственно знаете ли вы примеры того, когда есть краудфандинг, например, оффлайн. То есть вот в этом основная особенность. И вот дальше мы будем говорить про краудфандинг и, собственно, будем говорить по привлечению средств, про сообщество и про платформы. Платформы. Все мы знаем, что существует куча сайтов сегодня. Естественно, что о всех я говорить не буду. Я буду говорить только о самых популярных. Но можно сказать, что они разделены, собственно, все платформы, прошу прощения, разделены на типы. То есть в зависимости от того, какой ваш проект. Если у вас творческий проект, то вам подойдет, например, какая-то одна платформа, например, Kickstarter. Это самая первая платформа и самая основная, собственно, сейчас в мире, но она в Штатах. Дальше, например, благотворительная платформа, медицинская для поддержки писателей, для финансирования социальной рекламы, для микрофинансирования. То есть на самом деле сейчас разновидностей платформ очень много. Здесь есть ссылка, потом вы можете посмотреть просто список наиболее таких популярных платформ, которые есть сейчас в мире. То есть когда вы начинаете делать свой проект, вы, собственно, должны потом подбирать правильно платформу. Потому что если вы будете размещать не на целевой платформе, то есть, ну, например, на той платформе, где, собственно, не очень, ну, например, она подходит для социальных проектов. Как мы знаем, например, есть BoomStarter, да, и они вообще не работают с социальными проектами. Это русский вариант Kickstarter. То есть просто бессмысленно это будет делать, поэтому нужно обязательно правильно подбирать нужные платформы. Двигаемся дальше. И я просто сегодня вкратце расскажу о двух платформах. Естественно, что это коммерческая, это BoomStarter в России, мы живем в России, поэтому говорим о том, что есть у нас. И, собственно, это Планета.ру, да. BoomStarter — это именно на коммерческие проекты основаны, то есть заточена каким-то образом в различных сферах. Планета.ру, она больше такая, нацелена на что-то социальное. И есть большая разница, на самом деле, в типах того, каким образом все это действует и работает. Как мы видим, здесь есть полная вкладка благотворительность. Даже мы можем потом, вы можете зайти и посмотреть те проекты, которые есть там в этой вкладке. Собственно, что такое благотворительность? Как раз это, по сути, какого-то рода фандрайзинг, но не совсем. И в чем разница, тоже, наверное, расскажу. Итак, самый первый вопрос, наверное, который всех интересует или не интересует, может быть, вы даже не задумывались об этом, да, а сколько, собственно, вы получите в итоге? Ну, например, да, вот у вас есть какой-то проект, неважно коммерческий или нет, вы хотите на него собрать деньги. Допустим, вы должны или вы хотите собрать 100 тысяч рублей, да? Супер, но вопрос, а вы задумывались о том, сколько в итоге вообще вы получите денег? Наверное, не все. Так вот, давайте посчитаем вместе. Это среднестатистические цифры, которые могут быть. Итак, то есть, смотрите, если нам нужно собрать 100 тысяч рублей, да, то есть, вот, как мы знаем, что все платформы отличаются следующим, да? То есть, это целевой сбор средств. Сейчас покажу какой-нибудь пример. Ну, в общем, нет примера. То есть, я имею в виду целевой сбор средств, когда, да, вот здесь вот, например, указана цель, да, сколько нужно собрать денег. Вот, собственно, в этом большая особенность этих платформ. Вы не просто собираете деньги, например, как с помощью фандрайзинга и размещения, например, кнопки на вашем сайте. Просто, да, кнопка висит, и непонятно, сколько нужно собрать. А вот именно целевая сбор, то есть, у вас есть цель в определенном исчислении в количестве денег. И, допустим, да, вы решили, что вам нужно собрать 100 тысяч. И вы такие радостные думаете, что вы эти 100 тысяч себе и получите. Ну, конечно, нет. Итак, какие расходы могут быть и о чем нужно знать? Во-первых, это комиссия платформы, да. Если вы не коммерческая организация или делаете какой-то социальный проект, многие платформы предоставляют бескомиссионное обслуживание. То есть, они не берут комиссию за обслуживание. Ну, то есть, за взаимодействие с вами. Но в основном, если это коммерческие проекты, например, что касается BoomStarter, это 5%. Они также являются платформой, это бизнес, они зарабатывают на этом. Дальше комиссия за финансовые операции. Если вам деньги перечисляются каким-то образом, да, то банки берут на себя какой-то процент, и об этом тоже нужно знать. А естественно, что, опять же, для некоммерческих организаций есть какие-то низкие тарифы, низкие проценты и так далее, но они в среднем 5%. Дальше. В зависимости от того, кем вы являетесь в вашей организации, или вы лично, да, то вы обязательно должны заплатить налоги с той суммой, которую вы получите. То есть, если вы юридические лица, то это 18%, если вы и ПЭТ, это по упрощенке 6%, и если вы физические лица, то это 13%. Поэтому, также нужно не забыть, что, так как мы говорили о том, что краудфандинг – это сбор средств, и когда спонсоры получают, те люди, которые вам жертвуют, они получают от вас что-то взамен, то нужно учесть, что нужно еще потратить деньги на награды и подарки. Например, если вы собираете деньги на выпуск какой-то книги, допустим, да, или еще на что-то, то вы должны, например, предусмотреть, там, иерархию подарков. Ну, например, если человек жертвует, там, до 500 рублей, что он получает, до 1000 рублей, что он получает, и так далее. Это могут быть также варианты, например, следующие. Это может быть, там, экземпляр книги той же, которая будет выпускаться, либо подписанная, там, благодарность, то ли еще что-то. То есть, обязательно что-то материальное, по сути, должно быть. Поэтому вы на это должны потратить деньги обязательно из той суммы, не из своей же денег, да, из той суммы, которую вы собираете. Поэтому часто эта сумма, и желательно, она должна доходить до 25% от собираемой суммы. То есть, учтите, что получается, что в итоге вы соберете из 100 тысяч всего вы получите процентов 50-60, и это в связи составляет 50 тысяч рублей. Поэтому, когда вы делаете расчет той суммы, необходимой вам для сбора, вы должны что сделать? Правильно, учесть все эти проценты и прибавить к той сумме, которая есть. То есть, условно говоря, просто не вдаваясь в подробности, вы можете собирать не 100 тысяч, а 150 тысяч. И вы должны это учесть. То есть, это очень важно, и мало кто об этом задумывается. Следующий очень важный пункт, который тоже мало кто знает. Существует два типа платформ, если говорить вообще грубо, и делать классификацию грубо на две части. Первое. Это все или ничего, и сколько собрал, столько забрал. Значит, все или ничего. Это что значит? Например, у вас целевой сбор есть, да, у вас сумма, например, ставит 100 тысяч, вы хотите собрать. У вас есть какой-то срок, за который вы хотите собрать эти деньги, да. И если вы не собираете, например, эту сумму, а собираете не 100 тысяч, а 109 тысяч 990 рублей, да, ко времени окончания, то вы ничего не получаете в итоге, потому что вы не собрали целевую сумму. По этому принципу действует платформа BoomStarter и Kickstarter в США. Если говорить о другом варианте, это сколько собрал, столько забрал, да, это, например, Планета.ру. То есть здесь такие более лояльные условия, то есть, например, вы можете не добрать сумму. И понятно, почему это действует на планете, потому что она, в принципе, нацелена на более-таки социальные проекты. То есть любой способ, то есть не любой способ, а любая сумма, которая собрана, да, она в любом случае будет помощью. Поэтому здесь те суммы, которые не добрались, они все равно передаются организации, которая собирает эти средства. То есть таким образом вы должны иметь в виду, что размещая проект на одной из платформ, вы должны обязательно прочитать условия, по которым предоставляются средства, которые вы собираете. То есть, в принципе, экономически это обосновано. Почему, например, на BoomStarter и все ли ничего? Потому что BoomStarter нацелен на коммерческие проекты. И что хорошее в этом принципе? В том, что, например, если вы собираете, например, 100 тысяч рублей на выпуск книги, да, то если вы не добираете сумму, и, например, эта сумма бы вам отдавалась, то вопрос, каким образом вы собираетесь выпустить эту книгу за меньшее количество денег? То есть вы что, сделаете меньше тираж или вы сделаете уменьшите качество? То есть таким образом получается, что снижается просто качество желаемого продукта, а это очень плохо в коммерческих целях. Если мы говорим о социальных каких-то проектах, то здесь, опять же, каждая копейка, ну, она положительно влияет на организацию, поэтому здесь сколько собрал, столько забрал. Опять же, это очень важно, не все об этом почему-то задумываются, и нужно очень следить за правилами платформы. Переходим дальше, и кратко такие вот какие-то советы, которые могут быть. Наверное, все вы сталкивались, наверное, или еще нет, наверное, желаете столкнуться с тем, чтобы собрать средства на свой проект. Во-первых, самый первый совет, который только есть, который тут нет в списке, да, это посмотрите просто самые удачные проекты на платформах и постарайтесь понять, а почему они стали удачными. И возьмите и позаимствуйте. Опять же, в двух словах, заимствование не значит копирование, да. Заимствование – это значит взять идею и привлечь какие-то свои... Ну, то есть, наложить это на свой проект. Копировать бесполезно, это не будет работать. Особенно, если вы берете и смотрите проекты, например, не в России, потому что у нас другой менталитет, у нас по-другому все действует, то есть. Но заимствовать легко и нужно. Итак, когда вы оформляете свой проект, что нужно для этого? Первым делом необходимо грамотное описание. Должно быть четко понятно вообще, что за проект, для чего вы собираете, какая цель и что это даст людям, почему люди должны дать вам деньги. Опять же, если это краудфандинг, что они получат за это? Это очень важно. Также, если это оформлено в виде листа А4, текстом упористым, то это ничего не даст положительного, то есть нужно красивое оформление. Человек должен заинтересоваться, потому что что такое, собственно, краудфандинг, да? Это обертка. Вы продаете то, что внутри, то, чего еще нет. По сути, да, вы продаете красивую обертку, поэтому вы должны обязательно сделать красивое оформление. И если вы делаете социальный проект, подумайте об этом, что, ну, как бы, для человека, который жертвует средствами, да, по сути, ему нет разницы. Ну, то есть он понимает, конечно, своим восприятием, что ценность, да, социального проекта, она выше, например, чем коммерческого, но все равно он должен видеть, что и социальные проекты хорошо оформлены, потому что, ну, для человека все равно воспринимает глазами, да? Поэтому старайтесь красиво оформлять. Следующий пункт – это автор проекта «Реальный человек». И вот это тоже очень важно. Да, Владимир, презентацию можно получить, она будет доступна для скачивания, буквально в конце это сделаем. Итак, автор проекта должен быть обязательно реальным человеком. Если вы, например, организацией делаете краудфандинговую компанию и пишете в авторах название компании – это ничто. Обязательно нужно, чтобы это был конкретный человек с конкретным именем, которого можно найти в социальных сетях, у которого есть какие-то контакты. Потому что, ну, как бы, как иначе? То есть почему человек должен доверять какой-то компании непонятной, да, и кому конкретно он жертвует, то есть к кому он должен обращаться, то есть это тоже должны быть все вопросы ясные. Если это группа человек, то обязательно напишите, что это вот группа человек, обязательно напишите свои имена, вам же нечего скрывать, да, вы же открыты для людей, вы собираетесь с помощью людей собрать те средства, которые вам нужны. Максимальная информация о проекте. Пункт четвертый здесь, это очень, опять же, важно, да, то есть помимо грамотного описания нужно обязательно дать всю полную информацию, то есть что здесь имеется в виду? Это бессмысленно и очень плохо размещать сторонние ссылки на платформах. Если человек увидит ссылку, он перейдет по этой ссылке, да, с платформы, где собирают деньги, и все, он перейдет куда-то еще, да, он просто не вернется. Таким образом, вы можете потерять вашего будущего спонсора, условно говоря, да, таким образом, вместо того, чтобы просто написать абзац еще один на платформе, да, в описании своего проекта, вы даете, например, ссылку на свой сайт, здесь нехорошая идея в этом. Нужно обязательно размещать все на странице. Обоснование запрашиваемой суммы. Очень классно, когда люди рассказывают о том, собственно, на что вы хотите потратить вашу сумму и почему она такая. Почему вы собираете 100 тысяч, почему не 90 тысяч, почему вот именно такая сумма? Это все должно быть для людей прозрачно и понятно, и тогда будет ясно, что действительно это так. То есть, если вы не можете обосновать, посмотрите какие-то похожие проекты. Ну, я думаю, такой ситуации, ну, не должно быть, если вы сами собираете. Что еще дальше? Значит, ориентирование на свою целевую аудиторию. Вы не можете делать проекты, основанные на том, что вы хотите собрать деньги со всего населения планеты, да, то есть, и что потенциально этот проект будет полезен всем, да. Даже если вы делаете какой-то социальный проект и ищете финансирование на какие-то благие дела, все равно у вас должна быть ваша целевая аудитория, да. Она может исходить из вашего сайта, из вашего сообщества или похожих сообществ. Но это обязательно нужно отразить в описании проекта и к кому вы обращаетесь, потому что человеку очень важно найти себя вот в том, к кому обращается автор проекта, да. Если он чувствует, что это он, что это для него, возможно, будет полезным, да, то, что вы делаете в будущем, естественно, он поможет это сделать. Там, выпуск какой-то книги или какого-то устройства, там, ну, все что угодно. То есть, если человек почувствует, что для него это будет сделано, это очень важно. Таким образом, обязательно делайте это посредством целевой аудитории. Ну, и, конечно, исходите, как я уже сказал, из целевой аудитории вашего сайта. Еще несколько цифр простых. Это планирование медиакомпании, ну, и вообще планирование компании. То есть, ну, мне кажется, всем понятно, да, что вот вы создали компанию, например, на платформе, да, и естественно, что ее нужно обновлять, да. То есть, если вы, например, там, создали компанию, она длится, там, например, месяц, и все, и вы больше ничего не пишете, это плохо. Ну, потому что, как бы, а как иначе нужно людям давать какую-то новую информацию, рассказывать о том, что у вас происходит, как вы, там, переживаете, или что вы делаете, и так далее. Какие, какая новая информация поступает. То есть, обязательно это нужно отражать. И на самом деле, это большая работа, да. Это, действительно, это не просто так написал, там, сделал компанию, просто оформил, и супер, вы лежите, она через месяц вы приходите, да, ну, то есть, вообще вместе не заходили, и приходится, да, раз, а у вас уже вся сумма собрана. Ну, такого просто не бывает. Может быть, когда-то было, но я таких примеров не знаю. Поэтому обязательно-обязательно нужно обновлять постоянно компанию, но, опять же, не надоедать людям. И теперь несколько цифр. Самое главное, что по статистике говорится о том, что 30% пожертвований обычно от людей, которых вы уже знаете. И здесь очень важно подумать, это пересекается с пунктом 3, да, убедитесь в том, что у вас есть социальная сеть. То есть, вообще, в идеале, конечно, здорово, если вы публичный человек. Узнаваемость, она у вас выше, поэтому вас больше людей знает, и больше людей, ну, так как она заочно вас знает, она поможет вам в вашем каком-то начинании или в вашей компании. Пункт 4, кстати, продолжение. Если вы неизвестный человек, да, то вы можете просто связаться с известными людьми и блогерами, да, и постараться показать им важность вашего проекта и делать так, чтобы они вас поддержали. Таким образом, это дает вам доступ к их аудитории, и они будут больше поддерживать вас из-за того, что они знают, ну, этого блогера, этого какого-то известного человека и так далее. Кстати, это достаточно доступно, и если вы правильно объясняете людям, для чего вы это делаете, особенно связано с социальными проектами, очень много знаменитостей, и известных людей и блогеров поддерживают с радостью это делают, потому что, ну, это правда, это полезно, это здорово. И, ну, как бы, как мы сейчас все говорим, что, и это нужно делать, что нужно повышать социальную ответственность, да, не просто на словах, а на каких-то делах, и вот это хороший способ. И, например, когда вы будете, например, если вы будете писать писать или разговаривать с такими людьми, вы можете просто сказать об этом и показать, что это действительно важно. Если вы собираетесь на какой-то коммерческий проект, то, опять же, нужно просто показать важность продукта или услуги, которые вы будете делать. Пункт 2 очень важен. Заметьте, такая статистика есть, что если вы дошли до 20% заявленной суммы, до целевой суммы, которую вы хотите собрать, то вероятность того, что вы успешно закончите компанию уже на этот период достигает 80%. Если вы, конечно, на протяжении следующего периода времени до окончания этой компании не пропадете или еще что-то будет отрицательное. То есть, вот запомните, если вы 20% сделали, то уже супер, вы можете двигаться вперед. Безусловно, ну, как бы, можно говорить о том, что есть какие-то другие, там, способы махинации и так далее, да, там, вложение своих средств, когда не хватает и так далее. Безусловно, это работает, конечно, но все должно быть прозрачно, да, вы должны понимать, и люди должны понимать, что, как бы, это работает. Пункт 5 очень важно, кстати, запомните вот о чем, что когда вы делаете вашу компанию на платформе, то, как ни странно, но 90% уникальных посетителей на платформу вы должны привезти сами. Конечно, платформа каким-то образом генерирует вам людей на вашу компанию, но это не всегда работает. Почему? Потому что в этом случае, чтобы платформа вам помогала, вы должны попасть, например, в какие-то очень успешные проекты или, например, там, в проекты недели. Ну, все зависит от того, какая платформа, да. Возможно, в рассылку платформы или еще куда-то. Но по-другому это просто информация, которая есть на сайте, по сути, о которой никто не знает. То есть, если вы о платформе не пишете в своих социальных сетях на своем сайте и не пишете, не даете ссылку, да, то, как бы, ничего не происходит. Ну, то есть, никто не зайдет никогда, и, может быть, там, сторонние люди какие-то зайдут. То есть, обязательно нужно делать такие акции в своих социальных сетях. Обязательно, обязательно, обязательно. Это просто даже не обсуждается. То есть, еще раз, получается так, что когда вы делаете свою кампанию, вы должны начать, собственно, с себя, со своих друзей и со своей социальной сети, и со своего сообщества, если вы организация, и двигаться дальше по похожим целевым аудиториям и распространять эту информацию Так, двигаемся дальше Примеры я хотел показать простые, просто о том, что, ну, как бы, что это работает, да В принципе, вы можете зайти легко на любую из платформ, посмотреть, проекты завершенные или успешные, и понять вообще, на что деньги люди дают, и почему это происходит Ну, например, вот, новый фильм об Алтай, да, ну что, новый фильм, ну круто, да, надо было собрать 4 миллиона 900 тысяч рублей, да, сумма просто невероятно огромная Ну, что, собрали, то есть, вопрос в другом, каким образом, да, ну, как вы видите, здесь 2400 человек практически Пожертвовали деньги, не пожертвовали, а вложили, то есть, опять же, пожертвовали, ну, наверное, многие воспринимают, что это безвозмездное пожертвование, совсем нет То есть, эти люди что-то в итоге получат, может быть, там, упоминание в титрах или еще что-то, или там, какой-то просмотр То есть, просто вы имеете в виду, что вот такую сумму большую можете собрать, опять же, если она обоснована Кстати, вот, пожалуйста, а, тут изверстия, ну, я не знаю, это фонд Вера и выездная служба детского хосписа Значит, цель проекта была 5 миллионов, пожертвовали люди почти 1700 человек, а, как вы видите, проект завершен, но не до конца собрали деньги, да То есть, они собрали чуть больше половины Но так как это Планета.ру, да, то здесь сколько собрал, столько получил, поэтому все эти средства были получены фондом Вера Таким образом, как бы, с одной стороны, проект неудачный, то есть, он не собрал заявленную сумму, но все деньги были перечислены Вопрос только в другом, например, каким образом была вот обоснована эта целевая сумма 5 миллионов То есть, тоже спорный момент, но здорово, на самом деле, что такую сумму собрали То есть, это как пример успешного, незаконченного, то есть, завершенного успешного проекта, но не собравшего необходимую сумму Еще один социальный проект, то есть, раздел благотворительность, тоже собрали полтора миллиона, достаточно много То есть, по сути, можно посчитать, да, если там примерно тысяча, ну, то есть, средний человек жертвует 1500 рублей Примерно Опять же, для опыта вы можете просто пройти по ссылкам, да, и посмотреть проекты, почему они стали успешными Там очень много есть обсуждений и вопросов, которые задают люди, то есть, на этом можно учиться, и это очень правильно Здесь я привел еще один слайд очень интересный, значит, о чем я говорил и почему я привел этот слайд Диссернет, многие знают, наверное, да, и один из представителей этого, это на самом деле сообщество, да, которое исследует диссертации на плагиат Они как-то были на нашем хакатоне, действительно, очень интересный проект И почему я тут привел этот слайд? Во-первых, да, они собрали действительно почти, ну, там, чуть больше, чем в два раза Но, вот большое но, то есть, как я уже говорил, как вы видите, да, то есть, вот тут расписаны, условно говоря, там, награды или призы людям, которые жертвуют деньги И, как мы видим, например, 300 рублей – это спасибо, большое спасибо И, то есть, как видите, это что-то незначимое совершенно И кто знает, что было бы, если, например, награды были бы действительно какими-то материальными или более значимыми То есть, имейте в виду, что вот это мотивация для людей жертвовать вам деньги Если они получают хоть какую-то маленькую вещь Например, если даже это социальный проект, вы можете делать, например, какие-то маленькие игрушки, которые созданы детьми или еще что-то, да Что-то маленькое, материальное, возможно, будет больше мотивировать человека жертвовать вам на ваш проект, чем просто какое-то спасибо Или какой-то просто, там, я не знаю, бланк, где написано, что мы благодарим вас, там, и так далее Если этот бланк будет в деревянной рамочке, это уже будет материальный объект, и это уже будет значимо для людей Но, опять же, когда вы это все проектируете, да, то есть, думаете о вашем проекте Вы обязательно должны эту стоимость закладывать в стоимость будущей собранной суммы, как я уже говорил Потому что этот расход, эти расходы будут достаточно большие, они будут порядка 25% минимум Просто еще, например, на Boomstarter посмотрел большие проекты Например, вот там строительство школы в Гималайской деревне, да, вопрос, как бы, почему, о чем, зачем Собрали 576 тысяч из 504 Вот, когда, кстати, цифры неровные, да, это как-то, наверное, у многих людей вызывает больше доверия Когда, например, там, вы просто ставите 500 тысяч 504 тысячи 400 рублей, кажется, и, возможно, это правда, да, что эта сумма просчитана Что можно посмотреть, каким образом она просчитана То есть, тоже имейте в виду, что лучше делать не круглую сумму Ну, мне кажется, это об этом все знают Например, еще издание книги, да То есть, ну, просто сумма достаточно большая на издание книги, например, это там 780 тысяч И действительно были собраны средства, да, и можно посмотреть, каким образом, кто что жертвовал Посмотреть спонсоров, да Кстати, очень нравится мне, например, бумстартер, статистика, что можно посмотреть, например, сколько людей жертвовали определенное количество денег Ну, то есть, в каких интервалах, да, там И что они за это получали То есть, это большой, как бы, ну, база знаний, что ли, да, большая для того, чтобы понять, а что работает вообще И возможно, кстати, что если проект завершился там больше года назад, вы должны как-то провести какую-то коррекцию, потому что многие вещи могут поменяться То есть, например, что работал год назад, может не работать сейчас И просто с Kickstarter я даже не стал брать проекты оттуда, потому что эти проекты, ну, действительно, они потрясающие И они все-таки немножко не всегда понятны России, но тем не менее, один из странных примеров, наряду с примером, который я не привел, это Картофельный салат, может быть, слышали, да, что собирали деньги на картофельный салат Так вот, а это деньги на печеньки, на рецепт на изготовление печеней, да, две тысячи долларов требовалось и собрали практически, там, в четыре раза больше Вопрос, это же печенье, да, ну, то есть, ну, как бы, на что тут деньги собирать? А в итоге, в любом случае, собрали, да, то есть, все дело в том, каким образом вы подаете ваш проект и чем вы мотивируете людей На самом деле, в большинстве своем, то есть, для многих, может быть, важна даже мотивация пожертвовать вам не в глобальной цели, да, например, если вы делаете какую-то услугу То есть, они не будут ждать вашу услугу, да, им очень понравится, например, то, что вы им дарите за то, что вы жертвуете И это уже будет здорово То есть, таким образом, можно тестировать свои идеи Здесь я привел еще, по ссылке, можно будет пройти Там собраны, значит, просто, ну, мнение людей, мнение успешных проектов российских, которые собрали достаточно много средств И я просто привел три из них, например, собирали вот на онлайн-игру, собрали пятьсот-две тысячи рублей И Алексей Сорокин говорит о том, что не запускайте проект в пятницу утром Так как, тем самым, вы сожжете просто первые три жизни проекта, да, три первых дня Ну, как бы, совет, на самом деле, очень эффективный и полезный Потому что, ну, как бы, наверное, не все задумываются об этом, когда, в какой день лучше начинать Это как, наверное, когда лучше покупать авиабилеты, да, то есть, тоже не все, наверное, знают об этом Следующий, например, совет, что Павел Щепочкин пишет, они собрали миллион рублей на то, что делали фестиваль И он говорит о том, что не стоит ставить слишком большие вознаграждения Народ в интернете любит поддерживать проект на малой сумме Что это имеет в виду? Что обычно на платформе есть, условно говоря, разделение, либо, там, ну, варианты того, сколько человек может пожертвовать Либо это 100 рублей минимально, да, потом 500 и так далее То есть, он говорит о том, что нужно обязательно делать меньшими суммами, например, там, 100, 200, 300 рублей Да, и презентация будет, я выложу с радостью, но чуть позже Да, то есть, обязательно вознаграждение нужно делать мелкими, особенно, особенно, если это социальные проекты Потому что многих просто пугает сумму, да, ну, на самом деле, например, там, 100 рублей или 500 рублей А большинство людей, например, могут пожертвовать больше по 100 рублей, если это именно социальный проект Потому что у нас в голове, как бы, вот почему-то, ну, то есть, такое восприятие, да И если это, например, коммерческий проект, то там, например, лучше суммы делать побольше Но, в любом случае, обязательно нужно делать разбивку на разные социальные группы Потому что, опять же, опять же, возвращаясь к удачным проектам, обязательно смотрите статистику И это недолго занимает времени, просто вы можете посмотреть, например, топ-5 проектов в вашей области И посмотреть, например, кто жертвовал больше денег в какой группе, да, например, там, это были, там, до 500 рублей Или, например, 1500 рублей или выше 5000 рублей Кстати, когда вы делаете такой анализ, легко очень понять, а, как бы, правдиво ли это было или нет Потому что, если вы увидите, что, допустим, там, один человек пожертвовал 50 тысяч рублей А нужно было собрать, там, например, 900 тысяч То это понятно, что, ну, вероятность того, что это просто они не дособирали и не хватило денег И сами вложили, ну, то есть, повышается Таким образом, просто, опять же, это очень классный способ исследования Каким образом люди жертвуют, сколько сумм денег И вот чем мне нравится, кстати, кикстартер, извиняюсь, кикстартер Тем, что у них на сайте есть полноценный раздел Я даже сейчас войду, просто хочу посмотреть Раздел статистики Который говорит о том, сколько денег было пожертвовано на проекты за год И есть полностью годовые отчеты, по-моему Вот я сейчас просто зашел на сайт, я вам сейчас дам ссылку Так, 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 да Вот статистика Просто будет, если интересно, вы можете ее посмотреть Ну, действительно, очень интересно То есть, сколько собрано, по каким категориям Какая сумма денег Это потрясающе, на самом деле Вот, поэтому большой совет обязательно Смотрите на успешные проекты Так, продолжаем И немножко осталось И расскажу о инструментах для сбора пожертвований на своем сайте Это все-таки больше о фандрайзинге Когда вы собираете деньги, ничего не даете взамен И вы надеетесь на то, что люди просто отдают вам безвозмездно ваши деньги Все мы, наверное, знаем о том, что существует Яндекс со своими прекрасными кнопочками Которые можно разместить на своем сайте Да, и сделать компанию для пожертвований Они сейчас достаточно гибкие Можно делать Уже можно делать пожертвования с помощью банковских карт Выставлять суммы, может, сам человек Это очень удобный инструмент Если вы не пользовались, обязательно зайдите, посмотрите Это бесплатно Все об этом знают Ну, надеюсь, что все действительно То есть И причем физические лица могут собирать деньги на На свои какие-то проекты Но есть нюансы Очень такие серьезные нюансы с точки зрения То есть налогов Продолжая дальше Буквально недавно мы писали Летом, весной Летом, осенью Осенью Наверное, в сентябре Или в октябре, наверное Буквально в октябре, наверное, да Появилась эта платформа Для добавки дела от Яндекса Это уже платформа, да Как вы видите, здесь три варианта есть Это Касса, форма страницы Уже страницы Это уже более серьезное что-то Это больше похоже на Краудфандинговую платформу Где вы делаете описание вашего проекта Пишите цель и так далее Просто можете вбить в поисковике И посмотреть вот эту платформу новую Яндекс классные вещи делает Но я хочу рассказать о том, что делаем мы Мы, в частности, теплица, да У нас есть свои разработчики И мы делаем тоже классные вещи Какая из классных вещей Самая большая Это наш плагин для WordPress Называется Online Lake Выглядит это вот так Эмблемка То есть если ваш сайт на WordPress И если вы собираете пожертвования Или собираете средства на ваш проект Или на вашу компанию Обязательно посмотрите, как это работает Посмотрите наш плагин Чем он особенно хорош? Тем, что, во-первых, вы можете очень гибкие делать формы Вы можете ставить цели Это уже здорово То есть в Яндексе это не так легко сделать Там нет целей Здесь можно ставить цели Здесь можно делать выбор типов платежей Также для вас, как людей, которые собирают пожертвования Очень важна статистика И если вы организация То этот плагин позволяет высылать И он формирует правильные договоры Куда вбиваются ваши юридические данные Также вы можете сделать раздел благодарности За поддержку Где вы можете посмотреть Кто сколько пожертвовал Это очень важно для людей Увидеть фидбэк Что, конечно, это может быть анонимный человек Например, написать просто, что он аноним Да, но можно написать свое имя И если он увидит, например, под сбором пожертвований Вот под кнопочкой Или где-то в разделе вашего сайта Свою фамилию он уже поймет, что как бы это работает Буквально недавно вышла новая версия плагина И мы планируем сделать еще один новый видеоурок У нас был один из видеоуроков Так, я, наверное, хотел бы сказать Ладно Ссылку, наверное, потом дам, да Приведу, наверное, в пост-релизе, да То есть есть видеоурок, где мы показываем О возможностях этого плагина И о том, как это работает Как его нужно установить То есть новую версию реально стоит попробовать Если ваш сайт на WordPress Его плагин, он бесплатный Его можно скачать либо из административной панели Либо с нашего сайта Где есть информация просто о плагине То есть еще раз говорю, что достаточно много инструментов Есть удобных для сбора пожертвований Именно для фандрайзинга на вашем сайте Но это не совсем тема нашего вебинара Потому что есть много, конечно, вещей Закономерности о том, как размещать эти кнопки На вашем сайте Как делать более успешно То есть вы просто, ну как бы Совет таков Можете зайти на наш сайт просто И вбить в поиски слово Там, сбор пожертвований, например Да, и посмотреть материалы Их достаточно много И бонусом в конце уже практически Перед вашими вопросами Если вы еще не видели У нас есть отличный материал Который рассказывает о том Где можно еще собрать средства На проект или компанию И это 100, более почти 100 ресурсов Где можно найти финансирование вашего проекта И если вы правильно сделаете Например, вам действительно нужно Финансирование вашего проекта То вы просто можете Вплотно этим заняться, да И, ну как бы, есть теория вероятности Что если вы разместите Вашу информацию в вашем проекте На практически всех ресурсах То, ну, вероятность будет очень большой Что вы получите нужное финансирование Поэтому обязательно воспользуйтесь этим Здесь кликабельная ссылка на изображение И вы можете просто перейти на материал Поэтому, как бы, если вы действительно Помимо тех платформ, которые вы знаете Вы хотите узнать еще, какие существуют платформы А их действительно очень много И, может быть, у вас какой-то проект В определенной сфере Который не совсем ложится на приемлемые Какие-то на очень привычные популярные платформы Как, например, Boomstarter, Planeta.ru или еще какие-то То вы можете найти более узкие Такие узконаправленные платформы Которые приведены в этом списке Это еще не все Вопросы-ответы я готов сейчас послушать и поотвечать Но я вот, когда готовился На самом деле я делал Такую подборку Ссылок Вообще о вопросах краудфандинга И это статьи на нашем сайте Это статьи или презентации Также это инфографика И разные статьи на других новостных ресурсах И я думаю, что Если я вам дам эту ссылку Вы с радостью можете ее посмотреть Я надеюсь, что она вам будет полезна Там просто список ссылок И вы можете просто посмотреть Вообще срез такой Информационный срез в этой области Потому что нереально все рассказать Нереально просто Огромное количество информации Но тем не менее Вы можете просто с этим ознакомиться самостоятельно Так, я говорил очень быстро Я надеюсь, что Все, что хотел, я рассказал Теперь я с радостью послушаю ваши вопросы Я надеюсь, что они есть Потому что Ну, как бы у многих людей Водникает вопрос о том, как что делать Я просто, наверное С радостью бы ответил на них Как бы Ну, с точки зрения того Что мы знаем, как теплиться Да, и Возможно, что-то посоветую Поэтому, если есть какие-то вопросы Вы можете сейчас написать их Если вопросов Ну, да Можете писать, писать, писать А я пока расскажу о том Что уже завтра 21 ноября Если вам Нечего делать вечером Или днем Или нечего делать в субботу Вы можете зарегистрироваться На нашем сайте И принять участие в отличном хакатоне Это мероприятие для того Чтобы разработать проекты Связанные с борьбой с бедностью Поэтому Вы можете Зайти на наш сайт Сихактс.ру Если у вас есть какая-то идея проекта Которая может помочь Людям Социально незащищенным Например Либо там Это могут быть, например Многодетные Там Семьи Или какие-то Выпускники Детских домов То есть все что угодно Вы можете прийти Поучаствовать Я думаю, что будет интересно Ссылка есть Регистрация все еще открыта Вы можете просто зайти Посмотреть вообще О том, что там есть Вот И Да Так, вопрос Вернусь к вопросам Сергей спрашивает Обучают ли где-нибудь Специалистов Про краудфандингу И фандрайзингу Не фандрайзингу А фандрайзингу То есть Не от слова фан весело А фанд Как финансирование У меня нет такой информации Честно говоря В России Вы имеете ввиду Если это там Выше образование Получить Фандрайзинги И краудфандинги Я думаю, что нет Потому что Собственно Вообще Всему этому В России Порядка двух лет Трех лет А в мире Это всего там Четыре года По-моему Или пять лет Ну А смысл Для чего Вы спрашиваете Зачем Нужно Образование Другой вопрос Что Наверное Есть Определенные курсы Ну Это Я даже не знаю Как бы Можно считать это Полноценным образованием Есть группа Желающих обучаться Вы можете Мне написать Сергей Сейчас Я быстренько Перелистную презентацию На себя Почту Видите Да Я могу написать Даже здесь Можете написать Я Просто Передам это Коллегам Мы пообщаемся И я просто могу Вам более точно Дать ответ На этот вопрос Так И еще Кого-то Есть Какие-то Вопросы Пока Кто-то Пишет Я Расскажу О том Что наш Сайт Собственно Т-ст Точка Ру И в социальных сетях Нас легко Найти Мы везде Практически Это Теплица СТ Латинскими буквами Как Пишется Так и слышится И наоборот То есть Мы есть в фейсбуке Вконтакте В твиттере В инстаграме Везде Поэтому Если есть Какие-то Вопросы Вы можете И писать Таким образом Просто резюмирую Хочу сказать Что На самом деле Краудфандинг Я воспринимаю Краудфандинг Такое Как Более благородное Что-то Потому что Для меня Фандрайзинг Это Просто Сбор средств Непонятно на что И в этой области Очень много Каких-то Неправильных Людей Вещей Потому что Иногда Это Прикасаться С большим Количеством Обмана Когда Вы делаете Правильную Краудфандинговую Компанию На правильной Платформе И правильно Рассказываете О том Что вы делаете Вы действительно Можете получить То, что вы хотите И набрать Средства На ваш Проект Или на вашу Компанию Поэтому Краудфандинг Это все-таки То, что Работает Наиболее Эффективно Только по той Простой причине Что вы Взамен Даете Вашим Спонсорам Что-то Практически Всегда Материальное Либо Полезное Ну На самом деле Не обязательно Материальное Это может быть Что-то полезное По сравнению С Facebook Насколько Эффективны Русские Дигитальные Платформы Вы имеете Ввиду Вконтакте Одноклассники И так далее Да Я наверно Сейчас Так Сейчас Секунду 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 Секунду